МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Светлана Князева, глядзите ухэтым выпуском. Трагедия на дорозе. У Петраковским районе у Авары загинула семья. Прырода Беларуси. У Гомельским державном университете створены першоу в области отповедный музей-лаборатория. Беларусь-тур подыходзись до завершения. Спевак и композитор Игорь Квашевич сустреулся с талиновитой молодзью больше, как ста города Украины. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Президент Беларуси Александр Лукашенко в первом поугодии 2018 года плануя наведать Грузию. Об этом керавник беларуской державы поведомил сёння на сустрече со старшанёй парламента Грузии Ираклием Кабахидзе. Зараз идёт активная подрыхтовка до будущего визиту. И он повинен быть значным для развития экономичных и гандлёвых относинов помеж краинами. Отзначим, летость беларуско-грузинский товарооборот склау 72 миллионы долларов, з яких экспорт перевысил 57 миллионов. За 9 месяцев этого года товарооборот перевозошёл покажек у сего 2016-го. На 8-е Снежне у Гомеле заплановано черговое посаджение Совета Министров Союзной Державы. На сустрече плануется обмерковать блок гандлёва экономичных пытанёв. Так само будет закранаться тема организации и проведения форума регионов Беларуси и России – взаимодействия в культурной сфере. А кроме того, плануется разглядеть заснование премии Союзной Державы в Галине Навуки и Техники. Депутаты Мясцовых Советов повинны больше активно отстоювать интересы выборщиков на национальном узровне. Такое меркование выказала керавник Центрвыборкама Лидия Ярмошина. По водле ее слов, плануется одновить практику видеозворотов, как бы информовать грамадян про основные подеи и этапы выборов. Старшиня ЦВК так само заявила, что прогнозуя бы разбу за депутатские мандаты у некоторых городских советах, у приватности у Минску и городах областного подпродкования. Нагадаем, выборы у Мясцовых Советов депутатов 28-го скликанья пройдут 18-го лютого. Инвестиции у Гомельскую в область. По их притягнении у экономику наш регион – один из лидеров Украины. Для области гэта и поступления валюты, и новые працовные месяцы, и уникальные вытворчасти, и импортозамещения. Скажем прямо, у инвестора свой интерес. Значное укладание приходит туда, где, как минимум, стабильно. Инвестиционный климат. У центра уваги гостей ток-шоу – головная тема. Сирот их – представники мытни и экономисты, администрации и резиденты свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Глядите ток-шоу «Головная тема» сёння у 19.20 на телеканале «Беларусь-4». До инших тем. У Петриковским районе у ДТЗ загинула семья с трех человек. Сёння, кля 9-й годин ранее, на аутодорозе калявески-фастовича отбылось лобовое сутокнение легкового автомобиля «Опель-Вектра» и грузового автомобиля «МАЗ». У вынику у легковым автомобиле опынулись заблакованными трое загинувших. По передней версии водитель «МАЗа» выехал на сустречную полосу руху. У легковым авто ехали муж с жёнкой и дитя. На месте здарения працует следовательная группа. Обставины и причины ДТЗ высветляются. У Гомеля вынесены оправдальный присуд грамадянину Франции по справе о перемещении празмяжу патрона до огнестрельной сброи, не задекларованного во установленном парадку. Молодый человек вызволен из-под варты в зале суда. Под обязанностью в нашем вечернем выпуске. Протягиваем выпуск. У Гомельским державным университете имя Франциска Скарыны створены первым в области музея-лаборатория природы Беларуси. Его задача – створение умов для отримания студентами поглубленных ведов, что позволит им быть больше конкурента с дольными на рынке працы. Как подрихтовать сучасного специалиста? Пытанием подекавился Олег Сентюров. Эту коллекцию в тогдашем Гомельском педагогическом институте начали сбирать в 60-х годах в минулого 100 года. Сначала чуть-чуть птушек, которые живы, набывали за гроши. Потом научились работать сами. В 90-х частка коллекции была страчена, а для некоторых экспонаты отримался заховать и навык повелечить их колькать. Сегодня у музея Белогического факультета Гомельского державного университета некольки десятков птушек, распрощаденных на территории в области, у тымляку занесены у червоную книгу Беларуси. Я не торопляюсь у музея, извлечайно, после гибели у вынеку несчастных выпадков. Я знаю случай, когда два года назад краснокнижные Серащенко и Гагара, была гибель, они потеряли ориентацию. И вот по дороге между Речицей и Лоевым погибло больше 50 экземпляров. Вот два экземпляра нам передали. Так что иногда бывает, но довольно редко, конечно. Обновление музея природы Беларуси позволяет не только проводить правоориентационную работу со школьниками, а и повышать адвокационный уровень будущих специалистов от зоологов до лесников. По судности, тут представлена вся фауна региона. Есть, правда, и выключение, но это уже экзотика. Один из самых знакомитых и любимых наведовниками музея экспонатов Лео Валера. Когда в 40-м году он приехал в Гомель за парком и застався тут на заседы, до речи помер лев от старости. Тогда ему было 28 годов. Для отрывания будущими специалистами больше поглубленных ведов на биологическом факультете открыли две лаборатории – фито-дизайну и таксидермию. Наведовать их может любой студент. Работа гэта потребует терпливости, а лядая макчимость научиться створать музейные экспонаты и знакомиться с особенностями живетного света в региону. У апочный час, правда, у веления которой обмежавание, заборонено, например, выраблять чучелы лис, якие массово хвалиют на шаленцам. Хоть в целом на головную задачу гэта не уплывая – творить первый на Гомичине музей-лабораторию, где можно не только надзирать, а и отрывать практичные навыки. Нам важно, чтобы вектор возможностей наших специалистов был шире, возможности реализации их знаний и нахождения своих рабочих мест. Это должны быть не только преподаватели, но они могут заниматься и в научно-исследовательских лабораториях, могли заниматься ландшафтным дизайном, быть экологами, заниматься вопросами охраны окружающей среды. Музычно-адукационный проект «Беларус Тур» подыходит до завершения. На выходных у Гомеля его инициатор, беларуский спевак и композитор Игорь Квашевич сустрылся с стариновитой молодзю у колледжем остатства имя Соколовского. Акордеонист Игорь Квашевич – лаурат специального фонда президента Беларуси. В рамках проекта молоды спевак и композитор наведал больше, как 100 городов нашей краины, где проходили концерты и майстер-классы для юных музыкантов. У доброченных творческих сустречах приняло удел около 15 тысяч детей. По выниках конкурсного отбора, некоторые из них смогли выступить в финальных галоконцертах. Игорь Квашевич планует протягнуть проект, его тепло сустракали в разных кутках Беларуси. Очень хорошая реакция в самых отдаленных регионах Гомельщины, когда мы приезжали с этим проектом, потому что мы видим и интерес педагогов, интерес детей, интерес родителей. В общем-то, мы это стараемся подчеркнуть, но здесь приятно удивляет именно уровень, уровень отношения к делу по Гомельщине. Областная библиотека имя Ленина протягивает сустрыча с текавыми людьми. Этот проект позволяет молодцы обмеркивать актуальные для ее темы с теми, кто добился успеха в своей справе. Гостем очередной встречи стал наш коллега Александр Гамоля, ведущий и автор программ телерадио-компании Гомель. Он работал корреспондентом новинного региона и белорусского времена. У его творческого багажа такие разнобаковые телепроекты, как «Добрый вечер, Гомель» и «Классный час». Селета он стал владельником диплома третьей ступени национальной телевизионной премии «Телевершиня», як лепши ведучи тематичной программы. Почас сустрыча с молодзю наш коллега рассказал об своем творчем шляху и новых проектах, над якими зараз працюем. Организаторы сустрыча упыльнены. Размова с журналистами, який мае багатый вопыт работы, буде корыстной для студентов. Нам, как студентам белорусской филологии и будущим журналистам, редакционным деятелям, очень полезна такая встреча. Потому что мы можем вживую узнать у человека все плюсы и минусы данной профессии, узнать все тайны и получить большой опыт для нашего будущего. Как бы с журналистом очень важно встретиться вживую, потому что то, что ты видишь перед собой и слышишь, это не то, что ты видишь в учебнике. Сегодня у Тбилиси отбудется открытие дитячого евробачения. Церемония пройдет у парламентской библиотецы Грузии. У вечера отбудется и жеребьевка у представников 16-ти краин. Станьте вядома, под яким номером выступит белорусская зорочка Хелена Мираи с песней «Я самая». Финал дитячого евробачения пройдет в неделю 26-го листопада. Про мою трансляцию шоу будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Нагадаем, по новых правилах белорусы смогут подтримать нашу удельницу в интернете на официальном сайте конкурсу. Голосование начнется в пятницу 24-го листопада, а завершится перед початком концерта в неделю 26-го листопада. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgumil.by. Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами спорта вас познайомит Максим Савин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!